Более трех десятков уголовных дел возбуждено в Беларуси в связи с нарушением моратория на повышение цен. Мобильные группы работают во всех регионах. Это поручение президента не допустить необоснованного роста стоимости товаров. Тех, кто не готов умерить аппетиты, призывают к ответственности. Контролеры ежедневно сравнивают ценники в объектах торговли и услуг и выносят вердикт по каждому. Как показал мониторинг, в целом процент нарушений небольшой. Однако не зря говорят доверяй, но проверяй. Помогает и народный контроль. Сообщить о накрутках можно на единый номер 191. Вместе с проверяющими в рейд отправились и наши корреспонденты. Хлеб, молоко, мясо, овощи и среднестатистическая корзина белорусского покупателя примерно схожа. Правда, до недавнего времени чек за один и тот же набор в разных магазинах мог заметно отличаться. Экономные искали подешевле. Теперь стирать ноги, бегая по магазинам, в теории не нужно. Но это лишь со слов продавцов. Ценовая политика у нас полностью придерживается просто всех постановлений и в частности последнего указа президента. Все цены у нас зафиксированы на 5 октября 2022 года и акции как были, так и продолжаются. Верить на слово никто не собирается. В руках реестр, если нужны очки и все под запись и на фото. Буквально за час депутат может проинспектировать несколько торговых объектов, пообщаться с продавцами и покупателями и найти отличия. Мы вас поздравляем. У вас дешевле, чем в соседних магазинах эта продукция. На 10 копеек. Новость хорошая, но не повод для ажиотажа. Его, конечно, опасались, говорили в народе и про дефицит. Думали даже про заграничных перекупов. Мол, приедут и все сгребут с витрин по дешевке. До паники не дошло. В стране производят намного больше, чем потребляет внутренний рынок. Отечественные прилавки заполнены. Причем по каждой позиции есть несколько альтернатив. Взять, к примеру, молоко. Только здесь семь производителей. Они конкурируют по цене друг с другом? Ну, цена, конечно, не разная. Ну, практически знаково, мне кажется. Просто кто-то... Ну, вот жирность. Если взять эфир, молоко, то примерно цена знаково всех поставщиков. Просто кто-то предпочитает только это. Еще до недавнего времени разбежка в цене на товары шокировала. А цены по копеечке, а то и по рублю все росли. Не наблюдать, а контролировать процесс потребовало правительство президент. Спуститься с небес, то есть с макроуровня на обычный, житейский. Ведь о каком экономическом росте можно вести речь, если покупательская способность снижается? Обуздать рост цен, не допустить товарного дефицита. Разобраться со спекулянтами и не выдавать привычный товар за новый. И такой может быть торговля. Главное – мотивация тех, кто за нее в ответе. На прилавках должны быть товары надлежащего качества, с широким ассортиментом и по справедливым ценам. А так называемая новая продукция, если она и будет, она должна по своим потребительским качествам отличаться от старой. Товарного дефицита у нас не было и не будет. Это я людям гарантирую. А за цены вы головой все ответите. И и же с вами. У нас что, не хватает сил в управляемой, компактной стране навести порядок? Но мы должны проводить справедливую политику. У нас абсолютно можно взять под контроль любой процесс, если есть желание. Только в Брестской области за 10 дней провели почти 1200 мониторингов. Цены отслеживают органы власти, профсоюзы, представители госконтроля и прокуратуры. В центре внимания не только стоимость товаров, но и услуг в сфере туризма, спорта и здравоохранения. В основном торговые объекты соблюдают законодательство. Мониторинги проводятся постоянно. Мы проводим обследование цен до вступления 669-го постановления. Еженедельно проводили мониторинги. Еженедельно отчитывались в Министерстве антимонопольного регулирования, в Комитет государственного контроля Брестской области. В среднем в день проводятся 150 объектов. Под контролем и крупные супермаркеты, и объекты шаговой доступности. Особое внимание топовым товарам. Молоко, яйца, крупы. И за редким исключением на них цены остались прежними с 5 октября. Постоянство оценили и покупатели. По другим магазинам смотрю, дорогое все такое стало. А здесь вроде все цены те же. Молочные сыры покупаю. Молоко, шайбочки творожные. Творожные. За последнее время цена выросла на них? Не особо. Ну а с теми, чьи аппетиты не удалось умерить, и разговор другой. Только в Брестской области необоснованно накручивали цены 9 объектов. По каждому ведется разбирательство. Всего в стране уже задержаны 20 человек. Заведено 34 уголовных дела из-за роста цен. Двух торговых объектов в городах Слонями и Гродно. Были переоценены товары в сторону увеличения. В одном случае это не менее 6 ассортиментных наименований. В другом случае 11. В одном магазине увеличение цены происходило на кондитерские изделия, полуфабрикаты из мяса. Причем разница в цене повышения доходила до 1 рубля 39 копеек. В другом же магазине, это в городе Слонями, цены были повышены на различные промышленные товары. Увеличение стоимости по отдельным товарам доходило до 3 рублей 85 копеек. И пока одни будут учиться на чужих ошибках, другим придется отвечать по всей строгости закона. Касается это и онлайн-магазинов. Две крупные площадки попали под уголовную статью. В списке нарушителей есть и аптека. Мониторинг продолжится. Полная картина по ценам на белорусских прилавках будет уже 20 октября. К тому моменту специальная рабочая группа, созданная по поручению президента, должна выработать меры по регулированию цен. Чтобы, когда их разморозят, они не взлетели, а остались справедливыми и для покупателей, и для производителей, и для продавцов. Ангелина Дикун, София Бережная, Наталья Тарасюк. Наши новости. ОНТ. Росцены и резкое удорожание жизни вывели людей на улицы европейских столиц. Многотысячные митинги прокатили сразу по нескольким странам. Тысячи жителей Брюсселя митингуют против ухудшающегося экономического положения страны и высокой инфляции. Протест назвали днем справедливости. Беспорядков не было, но в толпе слышны взрывы петард. Стычками с полицией обернулись протесты в паре. Ижеселовики применили слезотачивый газ. Французы требуют повышения зарплаты, соцвыплат, а также заморозки растущих цен на электроэнергию. Протестующие били витрины и громили магазины. И это пока первые звоночки масштабного кризиса. Акции перерастают в забастовки и реальный коллапс отдельных сфер. Так, французы уже столкнулись с дефицитом топлива. Его нет на каждой третьей заправке. Причина – забастовка работников нефтеперерабатывающих заводов. Она длится уже три недели. Завтра к ним присоединятся госслужащие. Эксперты прогнозируют, что это может парализовать транспортные сообщения по всей стране. Готовы отстаивать свои интересы учителя, атомщики и железнодорожники. Не слышат власти и протестующих в Кишиневе. Сегодня новая акция против властей страны. Критика звучит не только из-за низкого уровня жизни, но и нежелания вести переговоры с Россией о снижении цен на газ. Свидетелем протестных выступлений стала президент Грузии, кортеж которой не обратил внимания на людей, проехал мимо до администрации молдавской коллеги. А накануне власти Молдовой силой снесли палаточный лагерь в центре города. Шокирующие кадры из Ейска. На жилой дом упал самолет Су-34. Многоэтажка загорелась. На видео момент катастрофы. Видно, как у самолета вспыхивает двигатель. Он начинает терять высоту, падает и взрывается. Как сообщили в российском Минобороны, истребитель потерпел крушение при наборе высоты для выполнения тренировочного полета. Летчики катапультировались. Огонь охватил с пятого по девятый этажи. По данным МЧС Ейска, к этому часу два человека погибли и 15 пострадали. Мы следим за информацией. Не допустить диверсии и провокации. Беларусь усиливает охрану госграницы. Сейчас идет ротация подразделений. В Минобороны объяснили, главное обеспечить безопасность граждан, пресечь возможные нарушения, в том числе поставки оружия и боеприпасов. Под охрану взяли мосты, переезды, железнодорожные пути. Также оборудованы позиции для стрельбы. Все понимают ответственность данной задачи, глубоко осознают важность этих мероприятий. И все с пониманием относятся ответственно. Каждый по своей задаче отрабатывает полностью. Наш спокойный сон – это благодаря им. Потому что мы знаем, что у них ночные дозоры, ночные выезды для того, чтобы обеспечить полную охрану нашей государственной границы. Чтобы с сопредельной стороны никаких даже мыслей и поползновений на нашу территорию и близко не было. Задача по усилению охраны госграницы выполняется с участием территориальных органов МВД и Госпогранкомитета, отметили в оборонном ведомстве. И сегодня же здесь проинформировали иностранных военных атташе о порядке и местах развертывания региональной группировки войск. В министерстве подчеркнули, это делается исключительно для усиления обороны границ союзного государства. Готовили теракты в Беларуси, но были задержаны. Глава Комитета госбезопасности поделился подробностями операции, которую провели его коллеги из МВД. Об этом рассказал на встрече с рабочими тракторного завода. С коллективом предприятия сегодня встретились помимо главы КГБ, госсекретарь Совбеза, министра обороны, глава погранкомитета и министр экономики. Спикеры рассказали о военно-политической и экономической обстановке. В стране, напомню, продолжается информационная кампания. Донести до широкой общественности объективные сведения поручения президента. Коллективный Запад, к сожалению, делает все ставки на то, чтобы втянуть Беларусь, вот этот миролюбивый уголок в центре Европы, втянуть в гущу событий, столкнуть лбами, вот сегодня они столкнули украинцев и россиян, и в это как бы горнило еще подтянуть беларусов. Нет, мы на это не нацелены. Беларусь всегда ставила перед собой решение всех вопросов только мирным путем, путем переговоров на площадках, которые мы предоставляем, и предлагаем в дальнейшем для ведения переговоров и конструктивного диалога. Но Западу это не нужно. Запад сегодня нацелен на военную составляющую. Беларусь остается островом стабильности. В Европе и Западу это не дает покоя. Поэтому неудивительно, что в ход идут крайние методы. По словам главы КГБ, буквально в субботу сотрудники МВД задержали несколько человек, которые готовили теракты на белорусских объектах. Они были завербованы экстремистской организацией, которую курируют польские спецслужбы. Наши силовики в таких случаях будут действовать решительно. Такую смелость и откровенность явно оценили рабочие предприятия. Мы все знаем, в какой обстановке мы сейчас находимся, где живем, какие события происходят вокруг. Поэтому я бы считал нужным, что со стороны силового блока, Министерства обороны, Комитет государственной безопасности, Совета безопасности такие встречи очень нужны для того, чтобы из первых уст донести официальную точку зрения. Однозначно помогают такие встречи. То есть наш трудовой коллектив нужно информировать о той ситуации, которая происходит в стране, в обществе нашем и за нашими границами. Говорили и об экономике. По словам профильного министра, она перешла в фазу восстановительного роста. Вклад сделал и МТЗ. Экспорт за неполный год вырос больше, чем на 20%. Теракты, измена государству, создание экстремистского формирования. 25 лет главарем и около 200 на всех. В Гродно вынесли приговор участникам банды Автуховича. Процесс был долгим, около полугода. Все-таки 12 обвиняемых. Вину каждого нужно было доказать. И сегодня суд огласил вердикт. Алексей Кряквин расскажет о том, что натворили и какое наказание понесут. Обвиняемых в зал суда, а процесс проходил в Гродненской тюрьме, доставили за час до оглашения приговора. Кто-то возмущается еще на входе, понимая, что засадеянное мало точно не дадут. Главный фигурант Николай Автухович, который хотел славы и власти, как и на предыдущих заседаниях, прячет лицо, отворачивается не только от камер, но и от подельников, которых втянул в преступную группу. Дело рассматривали в открытом режиме. Лишь несколько заседаний за закрытыми дверями. Речь на них шла о госсекретах. Автухович получал указания от иностранных спецслужб. За оружием ездил на Украину. А здесь, в стране, устраивал нападения с поджогами и готовил свержение власти. Громкое дело слушали 5 месяцев. 65 томов. Допросы свидетелей, обвиняемых, потерпевших. И да, такого дела в истории Беларуси еще не было. Серия атак, подготовка к следующим. Арсенал боевого оружия, взрывчатки. Главный обвиняемый, убежденный сторонник вооруженного террора. И да, такие ни в чем не раскаиваются. Ломал комедию и пытался процесс затянуть. Автухович хамил, объявлял голодовку, пытаясь сместить акценты с того, что сделал, на себя. Три недели якобы не принимал пищу и не пил воду. С точки зрения физиологии это невозможно. Но экстремистские телеграм-каналы выдавали это за чистую монету, всячески пытаясь создать ему имидж героя. Автуховича обвинили по 12 составам. Шесть из них особо тяжкие. Вот тот самый арсенал, который он привез в нашу страну из Украины. Что-то помещал в тайники по всей стране, что-то хранил при себе и для себя. Как, например, пистолет Макарова в тумбочке возле кровати. В гараже также автомат, полторы тысячи патронов, наступательные гранаты РГД-5. Тайниками должны были воспользоваться незаконные формирования для атак и убийств. По команде организаторов планируемого военного переворота группа успела совершить несколько нападений. Это атака на дом и поджог машин в Гродно и Волковыске. Вместе с Павлом Савой использовали самодельные взрывные устройства. Таратил берегли для последующих атак. У группы было его 4 килограмма. В фильме расследований о деятельности группы Автуховича ОНТ показало, какие разрушения способен вызвать всего 1 килограмм таратила. В ходе процесса вскрывали все новые подробности. Автухович и Гундари ходили на Украину через границу, собирали арсенал. Главарь контактировал с украинскими спецслужбами. Целью ставили захват власти и физическое устранение президента. Автухович встречался с Зинковичем, который вместе с Федутой и Костусевым работали над планом «Тишина» под руководством иностранных спецслужб. Эти заговорщики уже осуждены. Тогда рассматривалась возможность атаки по президентскому самолету, использование беспилотников со взрывчаткой. Но не вышло. Деятельность группы пресек Комитет госбезопасности. Помимо Автуховича на скамье подсудимых 11 человек. Савва, исполнитель, согласился участвовать за выпивку. Семья Рязанович укрывала Автуховича вместе с арсеналом в своем доме. Младший Рязанович искал данные силовиков по базам, служил в системе органов принудительного исполнения и имел доступ к базам. Галина Дербыш также укрывала Автуховича. Ольга Майорова вела телеграм-каналы, где рассказывала об атаках группы. И вот приговор. Николаю Автуховичу 25 лет. Первые пять в тюрьме. Остальные в колонии строгого режима. Павел Савва получил 20 лет. Столько же Галина Дербыш. Сергей Рязанович 19. Его родители 16 и 15. Гундуре дали 18 лет. И 20 Ольге Майоровой. Ирина Горячкина получила 6 лет и 1 месяц лишения свободы. Виктор Снегур 19. Он был проводником и водил Автуховича на Украину за оружием. Помимо сроков, крупные штрафы. От 600 до 1000 базовых величин. Автуховичу и иным участникам преступной организации инкриминировано в разном сочетании. Создание преступной организации и участие в ней. Покушение на захват государственной власти неконституционным путем. Незаконное действие в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, незаконное их перемещение через границу, акты терроризма и приготовления к ним, разжигание социальной вражды и розни, призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. Несмотря на непризнание вины, прокуратура смогла предоставить исчерпывающие доказательства в суде. Приговор в законную силу пока не вступил. У сторон есть 10 дней до протестования. И дело до конца не закончено. От следствия и суда удалось скрыться только одному подельнику из группы Автуховича. Некто Артур Попок. Он вместе с главарем ходил на Украину за оружием и боеприпасами, а еще участвовал в терактах. Его розыск продолжается. И рано или поздно перед законом ответит и он. Алексей Кряквин, Андрей Александров, Виталий Гончарик. Наши новости ОНТ. Курс на восток. Витебская область расширяет сотрудничество с Узбекистаном. Рост поставок в 2,5 раза за 9 месяцев почти перекрыл товарооборот за весь прошлый год. Лидеры по-прежнему лекарства, это половина экспорта, полюбили жителей Средней Азии с молочной продукцией с Беларусью. Популярные изделия из стекловолокна, пластмассы и детское питание. В самой южной области Узбекистана шьют обувь по лекалам Витебского обувного холдинга на совместном предприятии. Новые контракты подписаны во время трехдневного визита руководства Витебской области в Узбекистан. На сегодняшний день уже заключено контракт порядка трех миллионов. Это поставка нашей продукции как пищевой продукции. Немаловажно, что нам удалось заключить контракты по деревообрабатывающей продукции. Это наше предприятие Половское, Кимобел. А также заключить контракты в части поставки электрооборудования для нефтяной промышленности. Далее импульсы региональному сотрудничеству. На уровне областей подписаны соглашения. Да расширять будут социальные, гуманитарные и образовательные связи. В следующем году в Академии ветеринарной медицины будет первый выпуск студентов, в которых совместно готовят два вуза – Самарканда и Витебска. В каждом будущие специалисты учатся по два года. В программе более 40 студентов из Узбекистана. В политике не бывает дружбы, но бывает дружба, которая над политикой. Об этом сегодня пойдет речь в авторской программе политического обозревателя ОНТ, Игоря Тура – пропаганда. Автор на прошлой неделе провел несколько дней в Астане, где Александр Лукашенко принял участие сразу в двух саммитах. Но для пуловского журналиста главным оказались даже не они, а встреча белорусского президента с Нурсултаном Назарбаевым. Об этом, а также о том, как доступ к закрытой информации усложняет обычную жизнь и субъективный взгляд на саммиты в проекте «Пропаганда» сразу после выпуска новостей. Президент подписал закон о лицензировании, который системно и комплексно регулирует всю сферу, от видов деятельности до порядка получения лицензии. Одна из важнейших новаций – введение лицензирования дошкольного и школьного образования. Это позволит гарантировать законности, качество образовательных услуг, а также исключить в системе тех, кто преследует сугубо коммерческие цели в ущерб государству и личности. Также с законом предусмотрено лицензирование деятельности в области железнодорожного транспорта. Это обязательство в рамках ЕАЭС. Нормы о получении лицензии государственными, частными детскими садами и школами вступят в силу сразу после официального опубликования закона. Остальные положения с 1 января 2023 года. И сегодня же подписан указ, с которым совершенствуется порядок введения реестра адресов. В соответствии с документов на Национальное кадастровое агентство возлагается обязанность обеспечивать защиту информации в данном информационном ресурсе. Закрепляется необходимость автоматической корректировки данных об адресе объекта в едином госрегистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, а также реестре адресов в случае изменения адреса либо прекращения существования объекта. Прихожанам костела святых Симеона и Елены в Минске или Красного костела выделят временное помещение для молитв. Решение принял Мингорасполком. Сейчас храм закрыт и нуждается в ремонте. В конце сентября ночью в храме случился пожар, загорелась электропроводка, при этом никто не пострадал. Сейчас использование здания небезопасно. Идет обследование, устанавливаются все повреждения инженерных сетей. В помещениях нет электричества, тепла и водоснабжения. Представители костела попросили предоставить временное помещение для служб, а также для хранения ценных вещей из храма. Власти Минска на просьбу откликнулись. Проводятся предварительные оценки для того, чтобы уже специалисты могли оценить объем необходимый, который потребуется, усилий для того, чтобы провести полноценную реконструкцию. Сейчас мы ожидаем предложение от католической церкви о том помещении, в котором они нуждаются для хранения. Также было высказано предложение подобрать помещение о возможности проведения встреч и молитв именно данного прихода. Мы такие помещения подберем, предложим. Красный костел – памятник архитектуры. Он требует особого внимания. Власти Минска намерены провести ремонт оперативно. Но сколько именно времени понадобится, станет известно только после полного обследования. Пока верующим католикам рекомендуют посещать для молитв другие храмы. История и память, культурные, духовные и семейные ценности. Автопоезд «Беларусь. Молодежь традиции» стартовал из Полоцка 14 октября. За эти дни участники побывали в Витебской, Гомельской и Могилевской областях. А сегодня приехали в Бобруйск. В этом году проект приурочен к неделе родительской любви. И неспроста. Ведь его пассажиры – это 30 молодых семей. Ирина Недобоева подробнее. Первым на карте экскурсионного маршрута сегодня стал храм Георгия Победоносца. Для Ирины и Артура Бех это место – возможность узнать историю святыни и помолиться, зажечь свечу за мир и спокойствие на земле. В Беларусь из Украины в поисках лучшей жизни семья с годовалым малышом переехала 8 лет назад. Обосновались в Кобринском районе. За это время стали многодетными. Воспитывают уже четверых малышей. У нас здесь есть жилье, получаем зарплату. Дети ходят в школу, дети ходят в сад. У нас есть мирное небо над головою. Что еще нужно для счастья? Хорошо, что тут государство поддерживает все памятные места. Молодежь в это посвящает, школа. Патриотизм воспитывается с детства. Это очень хорошо. Учителя, врачи, аграрии. Люди разных профессий, объединенные любовью к родной земле, культуре и традициям. 30 молодых семей со всей Беларуси за несколько дней экскурсионного маршрута успели познакомиться и сдружиться. У нас был вчера год, ровно первая годовщина нашей свадьбы. И мы так решили, что по семейным обстоятельствам не получилось ездить в свадебное путешествие. Поэтому это путешествие для нас, можно сказать, первое. И первое вроде как свадебное. Познакомились с новыми людьми. Очень много хороших мест, озер, парков, исторических мест, где надо побывать. Очень много людям, которые не знают истории своей родины. Побывать, посмотреть. Это очень классно. Участники проекта уже объехали десятки городов и деревень. Познакомились с достопримечательностями, историческими и духовными ценностями. В Бобруйске посмотрели на 200-летнюю оборонительную крепость. Вдохновились местными святынями. Возложили цветы на братской могиле в память жертв нацистских концлагерей. В год исторической памяти эти места особые для каждого. То, что я сама со страниц учебников подчерпала детям, рассказываю, я могу увидеть воочию. Им рассказать, поделиться своими эмоциями. Конечно, эмоции зашкаливают. Это документальный фильм, который ты видишь прямо из окошка автобуса, который ты видишь воочию. Это эмоции самые разные, поразительные. Мы вообще давно планировали попутешествовать по Беларуси, уже, наверное, второй год подряд. И постоянно как-то планы срывались. Там из-за разных причин. И вот сейчас выпал такой шанс. И вот действительно покатались уже по стольким местам. У нас были Полоцкий, Витебский, Орша, Могилёв. Действительно, очень красивая, интересная города. На самом деле, у нас очень хорошая задумка, именно даже с семейными парами. И вот нам в Могилёве даже поступило предложение, что взрослые категория людей посмотрели, говорят, а мы типа тоже так хотим. Ну, это уже будем поднимать их вопрос на уровне уже министерства. Может, в следующем году это будет уже более взрослый автопоезд. Такой проект путешествия проходит в третий раз. Его цель – привлечь внимание молодёжи к сохранению истории и традиций. В этом году приурочен к неделе родительской любви, которая началась 14 октября. Молодёжный автопоезд продолжит путешествия по памятным местам Брестской, Гродненской и Минской областей. В маршруте ещё десятки населённых пунктов. Завершится путешествие в столице 21 октября. Ирина Недобоева, Владимир Недобоев. Наши новости. Могилёвская область. Ставит точку только, чтобы начать новое предложение. Николаю Чергенцу 85. Даже в этот день юбиляр не расстался со своей любимой. Обычная шариковая ручка – верная спутница и помощница ныне единственного народного писателя в Беларуси. Для него жить, родине служить, без пафоса и лжи. Президент поздравил юбиляра. Читателям и почитателям автор первых отечественных детективов сегодня назначил встречу в рабочем кабинете в столичном доме литератора. Александр Матяс. Главная страница. Не дня без строчки и ничего в стол. Хаос среди бумаг. Естественный порядок помогает творить. Сейчас себе задание мемуары. Без права, как было. Чергенец ведь реалист 85. Говорят, возраст счастья. Он подтверждает это всем своим видом. Старость – это не морщины, это избилины. Надо, конечно, каждый год, каждый день, даже каждый миг использовать ради жизни. Ну, я ее понимаю не просто своей жизнью, как, ну, пользу людям, оказание каких-то добрых советов или же отстаивая интересы государства. Говорят, я на ваших книгах вырос. Ну, дай бог, что вырос. Не остался младенцем, хотя бы, как говорится, при своем мышлении. Народный писатель, генерал-лейтенант служил в МВД. С 70-х за книгами про заика в погонах охотились и милиция, и бандиты. Даже литературная шутка появилась, мол, чергенец сажает злодеев на сутки. Они выдают текст. Честное слово, авторский стиль. Много разных людей, которые, да, пишут о милиции, снимают фильмы, но в обязательном порядке у них есть консультанты, кто поясняет, рассказывает. Николай Иванович это делал сам, своими руками, и он знает, что чувствует оперативный работник. Отец детективного жанра в белорусской литературе сегодня в кабинете почетного председателя Союза писателей дверь на распашку. Открытки, букеты, награды первый поздравил. Президент точно читает современника. И у издателей по-прежнему в цене. Детективы фантастика, произведения народного писателя в Беларуси на разных полках и не пылятся. Чергенцом зачитываются на 18 языках и смотрят фильмы по его сценариям. Бекот смерти, майор Ветров, вам задание. Лучший подарок только из типографии. Сигнальный экземпляр книга «Первая. Трудные дороги жизни». Автобиографический роман. Главный герой родился в Минске, а потом была война. Отец на фронт, маму и семерых детей изгнали из родного дома. Вельми шумливо, уражливо было читать эти сторонки, потому что тут есть и футбольное юнацство Миколая Ивановича Чергенца, его стасунки, первые кроки в системе правоохранных органов. Его биография судокрональна становлением нашей краины. Дитя Великой Отечественной прошел через Афган. Чергенец представлял Беларусь в ООН, помогал строить союзное государство. Народный писатель в 85 не ставит точку. Служить, чтобы слова не расходились с делом. Приказ самому себе. Трудовые таланты в эфире телеканала ОНТ. Несколько дней остаются до начала съемок отборочных концертов музыкального шоу «Звездный путь». Продюсеры конкурса провели кастинги во всех регионах. Свои способности показали строители, химики, грузчики, художники и преподаватели, железнодорожники. Отбирали таланты прямо на работе. В итоге творческая команда «Звездного пути» выбрала 30 лучших вокалистов. Каждый регион представит по 5 исполнителей. И вот последнее приготовление перед съемками отборочных концертов. Готовят сцены, а участники шоу продумывают яркие номера. В этом помогают стилисты и хореографы. Захлебывают эмоции, потому что вот-вот уже начнутся съемки. Хочется быть на высоте, не подвести своих преподавателей, продюсера, вообще всю съемочную команду от ОНТ. Все-таки, конечно, как бы я ни говорил, что главное не победа, а участие. Все равно, конечно, победить-то хочется. Мы очень стараемся. Проект получается по-настоящему народный. Музыкальный материал очень известный. Участники очень поющие, артистичные, с большим желанием. А насколько успешно у нас получится, ну, оценят, наверное, наши телезрители. Шоу «Звездный путь» — это возможность обычным белорусам, работа которых не связана с вокалом, стать настоящими артистами. Первый отборочный концерт телезрители увидят 5 ноября в эфире ОНТ. Ярким обещает стать финал конкурса. Он пройдет в прямом эфире. Завтра, 18 октября, погоду в Беларуси будут определять атмосферные фронты. В результате продолжит поступать пока еще теплая, но более влажная воздушная масса и дождевые тучи с Западной Европы. По данным Белгидромета, во вторник облачно с прояснениями. Ночью по северу, днем на большей части страны кратковременные дожди. Утром в отдельных районах туман, видимость до полукилометра, влажность до 90%. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывистый. Атмосферное давление высокое и будет интенсивно падать. Температура воздуха утром от плюс 9 по юго-востоку до 13 градусов по западу. С учетом влажности и ветра по ощущениям немного холоднее. В середине дня столбики термометров на отметках от 14 по Витебской области до плюс 20 по Гомельской. К вечеру от 13 тепла в северных районах до 15 в юго-западных. В среду существенно похолодает. В Беларусь станет прорываться более холодный и влажный воздух северо-западной Европы. Температура воздуха ночью от 5 по северу до 12 по югу. Днем 7-14. Временами дожди. Влажность до 90%. Ветер северный, умеренный. Днем порывистый. Во второй половине недели инициатива в атмосфере перейдет к погожему скандинавскому, но холодному антициклону. А значит, будет по-октябрьски холодно. Но по ночам температура будет понижаться до отрицательных значений. Да и днем тоже свежо. 4-9 градусов. Без осадков лишь в четверг ночью и утром в центральных и восточных районах пройдут дожди. Возможен мокрый снег, ветер северный. И у меня все на этом. Еще больше о погоде не только в нашем телеграм-канале Рябов ответит. Подписывайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok